Делаем в основном с тремя крупными фирмами, это Zimmer Biomed, который сейчас является швейцарской фирмой, Johnson & Johnson американский и Matisse это швейцарский производитель имплантатов. Вообще возникло само эндопротезирование и создание эндопротезов в Швейцарии, собственно поэтому история исторически сложилась, что большинство производителей эндопротезов находятся в Швейцарии и в последнее время они только были выкуплены международными концернами. Нет точных гарантий, которые бы однозначно сказали, что у каждого пациента оно выдержит столько, но из опыта можем сказать, что на сегодняшний момент это около 40 лет. Около 40 лет. Существует много факторов, которые влияют на длительность использования эндопротеза. Во-первых, это конечно состояние костей, то как человек обращается со своим упорно-двигательным аппаратом, его образ жизни и много других факторов влияет на длительность использования эндопротеза. В целом госпитализация при замене суставов в больнице длится 10 дней. В первый день проходит операция, во второй день его сажают на постели в физиотерапевт, на третий день физиотерапевт его ставят на ноги, далее проходит первичная постановка на ноги и основная физиотерапия. В соответствии с активностью и состоянием пациента каждый день с ним проходит активная реабилитация индивидуальная с физиотерапевтом. Я хочу от пациентов, чтобы они как минимум три месяца облегчали сустав, как минимум три месяца ходили с французскими костылями. Далее есть разница между коленным суставом и тазобедренным. У тазобедренного пациент должен обращать большое внимание на то, чтобы не вывихнул сустав, потому что тазобедренные суставы легко разрабатываются и пациенты способны их разработать сами. Колено более сложный сустав и у него немного длиннее процесс разработки. Можно сказать, что три месяца необходимо реабилитироваться, необходимо каждый день делать упражнения для того, чтобы увеличить амплитуду работы сустава. То есть каждый день пациент должен проводить определенные упражнения. Через три месяца он может ходить уже без костылей, а далее уже в зависимости от его возраста, состояния, он может вернуться к абсолютно нормальному, обычному образу жизни. Если бы мне нужно было идти на операцию, первое, что бы меня интересовало, сколько таких операций сделано на данном отделении, сколько конкретно операций сделал данный доктор. Если в отделении делают всего 200 операций в год и 10 докторов их делают, то понятно, у них нет никакого опыта. Мы в год делаем больше 500 и делаем в группе 5 хирургов. Следующий вопрос – какова мера инфекционности на данном отделении, какова мера повторного протезирования, то есть неустойчивости суставов? Да, получается количество проведенных операций, количество операций, которые провел доктор и количество инфекционных осложнений. Вот эти три основных момента, на которых стоит фокусировать внимание при выборе клиники и доктора пациента. Ясно. Спасибо большое вам. Доктор, а какое количество операций вы сделали? Сколько вы провели замену суставов? В целом за все время моей работы я сделал больше 5000. Вначале, конечно, их было меньше, сейчас их больше 250 в год. Это довольно большая цифра. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok